всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня я хочу с вами поговорить про палетки от бренда эвелин эвелин выпустили три новые палетки выпустили их уже давно давно они есть в польше но в россию они только-только на днях приехали и сегодня мы с вами на них посмотрим итак представлю вам сразу же палеточки палетка angel dream с вот такими интересными повседневными оттенками палетка charming мокко вот такая вся коричневая теплая посвящена конечно же тематике кофе с вот такими цветами и палеточка спаркл с вот такими оттенками сегодня я предлагаю посмотреть подробнее на эти палеточки посмотреть на сводчи и также я сделаю макияж с каждой из этих палеток а потом я вернусь к вам с финальным мнением обо всем этом так что если тебе интересно то обязательно продолжай смотреть а мы поехали и кстати небольшое отступление темы в инфобоксе вас будут ждать тайм коды чтобы вы могли перейти конкретно той палетки которая вас интересует или же сразу же к выводам и первая палетка о которой я вам предлагаю поговорить это палетка charming мокко эта палетка удивительным образом похоже на urban decay naked по дизайну видите действительно очень похожие как только увидел сразу же об этом подумала не мудрено чем именно восхищались и вдохновлялись эвелин при создании этой палетки но все же у charming мокко видна своя задумка а именно тематика кофе и каждый рефил назван как какое-то кофе например розовый рефил это макиято вот такой вот тушевочный это мокко капучино латте flat white в общем все различные вариации кофе у нас здесь представлены эта палетка все-таки теплая она ни в коем случае не холодная поэтому если вы любите холодные оттенки то эта палетка стопроцентно не про вас но если вам нравятся коричневые оттенки немного какие-то розоватые немного оранжево-красные в общем все которые выпускаются в последнее время то это определенно ваше я влюблена в эту палетку она потрясающая эта палетка очень пигментированная матовые и шиммерные оттенки все очень пигментированные они вообще не сыпятся и все тушуются великолепно вот просто великолепно в общем все с ними отлично единственный оттенок который мне здесь не нравится это оттенок flat white он по идее какой-то сатиново-шиммерный но но на самом деле он и не матовый и не сатиновый он и не шиммерный в общем о какой-то никакой и наносится на глаза он тоже не как он там не виден оттенок flight white я не рекомендую все остальное просто потрясающе вы только посмотрите на эти шиммеры я по ним с ума схожу в общем я палетку рекомендую и давайте посмотрим на макияж палеткой charming mocha я беру оттенок mocha и наношу его в складку дальше я возьму вот этот темный оттенок и буду его наносить во внешний уголок и оттенок очень пигментированной но при этом он легко тушуется и благодаря этому вы можете сделать довольно таки тоненькую растушевочку и оттяжку из и оттенок frappe я добавлю в растушевку оттенком латте я подчищу тушевку и также добавлю оттенок капучино на внутренний уголочек хочу добавить оттенок макиято это такое розовое золото оттенок а из кофе добавлю где-то посерединке и самый темный шиммерный оттенок я добавлю ближе к внешнему уголочку на переход между шиммерным оттенком и матовым ой 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 какой же он пигментированный обалдеть вот такой макияж вышел с палеткой эвелин чарминг мока по-моему очень красивый очень теплый и такой знаете немного даже согревающий проблем с этими тенями не было вообще они были очень легкими в растушевке они легко наносились они не оставили пятен и знаете тушевались вот чисто как анастасия беверли хиллс сами собой проблем не было вообще осыпаний кстати тоже не было есть совсем знаете чуть 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 какие-то мелкие крошечки под глазами но их достаточно легко убрать и на мой взгляд это ну это даже не осыпание толком с шиммерами у меня тоже не было проблем но их все же лучше наносить пальцами потому что при нанесении кистью они выглядят более блеклыми и хуже передаются на веко а при нанесении пальцем вот было как раз таки вот то что надо знаете и дальше я предлагаю поговорить о палетке angel dream она выглядит вот так и она большая она действительно довольно таки внушительного размера и упаковка у нее сделана из такой картоночки упаковка у нее скажу сразу неудобная лично мне она неудобна тем что у нее очень слабый магнитик и порой здесь вот картоночка вот так вот открывается ее приходится снова закрывать и она порой снова открывается в общем это не классно но это все же и не люкс прошу заметить внутри палетка выглядит вот таким вот образом она очень симпатичная простая и повседневная ею можно сделать довольно таки много вариаций макияжа можно сделать повседневный макияж можно сделать яркий макияж можно сделать макияж в оранжевой гамме можно сделать макияж в розовой гамме можно сделать макияж в коричневой гамме в общем довольно таки универсальная палетка и давайте теперь посмотрим на макияж Я, как всегда, не использую ни базу, ни консилер Потому что, на мой взгляд, тени должны работать без этого всего Если они работают с базой, с консилером, это прекрасно И так и должно быть Но многие люди не используют такие вещи И все равно у них косметика должна выглядеть тоже прилично О, какая пигментация А я-то слышала, что эта палитка полупрозрачная А не тут-то было, посмотрите Дальше я возьму оттенок Secret Wish и нанесу его в тушевку Дальше я возьму оттенок Warm Touch, вот такой вот теплый И тоже немножечко нанесу его в тушевку Дальше я возьму вот такой вот золотой шиммерный оттенок И нанесу его на все века Вау! И самый светлый шиммерный оттенок Light Cloud я нанесу во внутренний уголочек Дальше оформлю нижние века при помощи тех же цветов, что мы использовали на верхнем веке После нанесения конкретно этого макияжа могу вам сказать то, что эта палетка меня удивила Блогеры заверяли, что это полупрозрачная палетка Но блин, вы посмотрите, посмотрите на то, что сейчас у меня на глазах Здесь полупрозрачностью даже и не пахнет И я не против, я люблю пигментированные тени И это, по-моему, очень классно Тени легко тушуются, просто вот вообще не было с ними проблем Ни одна осыпашечка не упала мне под глаза В общем, с этими тенями, на мой взгляд, просто все шикарно Я возьму базовый растушевочный оттенок Secret Wish и нанесу его в складку века Дальше я возьму оттенок Warm Touch Вот такой вот И нанесу его совсем чуть-чуть во внешний уголочек На нижний век я тоже продублирую первый оттенок Secret Wish Чистой кистью также пройдусь по краю тушевки И на все века я нанесу светлый шиммерный оттенок Light Cloud Вот такой вот Как видите, лично на мне этот оттенок без базы и без консилера виден И виден хорошо, но, к сожалению, конкретно на мне этот белый светловатый такой светлый оттенок превращается в немного желтоватый И последняя палетка, о которой я вам предлагаю поговорить, это палетка Sparkle У нее очень интересная упаковка Вы только посмотрите на эти блесточки, которые вот так вот здесь плавают Очень-очень прикольно, очень забавно Но, к сожалению, на мой взгляд, это самое лучшее, что есть в этой палетке То есть ее упаковка Потому что сама палетка лично мне оказалась, ну, ну, такое Внутри палетки у нас находятся 9 вот таких вот оттенков и большое зеркало Зеркало, кстати, действительно удобное, так что берите на заметку Оттенки очень-очень-очень теплые И, в общем-то, это один из главных минусов данной палетки Потому что, ну, прямо настолько яркая красно-оранжевая палетка Будет очень трудно вписываться в ваш повседневный макияж В данной палетке у нас 4 шиммерных оттенка и все остальные матовые Шиммерный оттенок вот у нас фиолетовый, шиммерный красноватый, шиммерный оранжевый И, ну, и, конечно же, вот такое золото Вот эти два оранжевых оттенка кажутся, на самом деле, одинаковыми И, казалось бы, на кой черт здесь два одинаковых оттенка Но они разные, прошу заметить Вот этот вот оттенок, он более такой, знаете, он тушевочный Он более приглушенный и его хорошо наносить в складку века В то время как вот этот оранжевый, он более яркий, он насыщенный Он такой контрастный и его можно добавить, чисто, знаете, для такого эффекта попугая Такой яркий оранжевый цвет, чтобы было прямо вах, как ярко Вот для этого нужен вот этот оттенок Так что они разные Единственные два оттенка, которые здесь могут вписаться в повседневный макияж Это два вот этих коричневых Но, честно говоря, они мне не очень понравились Например, вот этот оттенок в повседневной носке показал себя каким-то, знаете, таким грязноватым Тушуется он в грязь и выглядит как-то, ну, непонятно В общем, с этой палеткой можно делать только яркий макияж, но ни в коем случае не повседневный А теперь давайте посмотрим на макияж За основу я возьму вот этот вот оранжевый оттенок И остатками оранжевого оттенка я подтушевываю складку Еще одним оранжевым оттенком буду еще дополнительно затемнять внешний угол Беру холодный коричневый оттенок и буду затемнять им внешний уголок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Светлый белый оттенок наношу во внутренний уголочек и также им буду подправлять тушевку На нижнее веко я немножечко нанесу консилера Потому что там я хочу сделать очень яркий золотой цвет И теперь золотой оттенок наношу на нижний веко Мне кстати действительно очень нравится вот этот вот золотой перелив, который получился посередине Он играет, ну прямо как будто бы лучик солнышка попал вам на глаз В общем просто ну очень красиво Ну что ж ребята, а мы посмотрели с вами макияж каждой из этих палеток Плюс каждую из этих палеток я успела некоторое время потестировать Так что я готова огласить твое финальное мнение Палетка Sparkle мне не особо понравилась, как я уже говорила Она абсолютно не повседневная, она только для ярких макияжей И она только для красно-оранжевых макияжей Именно этим она мне не понравилась, потому что я все же хожу на работу И я не хочу каждый день краситься как яркий такой попугай Поэтому она мне не понравилась, ее невозможно встроить в свою рутину И поэтому скорее всего я ей не буду очень часто пользоваться Но если же вы меня спросите относительно вот этих двух палеток То здесь дело совсем другое Я честно говоря даже не могу сказать какая из них мне больше нравится Потому что они обе очень классные Вот эта палетка Charming Moco определенно более пигментированная Палетка Angel Dream она тоже пигментированная Она не совсем полупрозрачная, как говорят другие блогеры Но все же у нее пигментация чуть-чуть похуже Этой палеткой вы можете сделать, наверное, большую вариативность макияжей Потому что здесь больше оттенков именно таких разных Можно сделать рыжий Можно сделать рыжеватый макияж Можно сделать какой-то темный вечерний Можно сделать какой-то розовато-фиолетовый Можно сделать чисто повседневный такой полупрозрачный В то время как при помощи палетки Charming Moco Вы по большей части будете делать какие-то оранжево-красновато-коричневые макияжи И у той, и у другой палетки матовые хорошо тушуются И у той, и у другой палетки матовые вообще не осыпаются И, в общем-то, и у той, и у другой палетки довольно-таки хорошие шиммеры, которые наносятся отлично что пальцем, что кистью, спонжиком Но определенный минус данных двух палеток Вы видели, макияж я наносила без базы и без консилера Да, эти макияжи отлично видны на глазах Они отлично пигментированы Но в течение дня все же пигментация теряется И к концу рабочего дня, например, у меня макияж не настолько пигментированный, как я его делала утром И это, в общем-то, нормально Потому что, по идее, для хорошего макияжа нужно обязательно использовать какую-то подложку То есть базу или консилер Но все же имейте в виду Если вы, как и я, не любите утром заморачиваться со всеми этими делами То к вечеру макияж у вас будет все же чуть менее пигментированный Наверное, все же, если я буду выбирать для себя То я скажу, что палетка Charming Moco мне понравилась больше Потому что я люблю такие теплые макияжи Потому что мне нравится задумка с кофе Ну и мне очень сильно нравятся здесь шиммеры Вот этот вот шиммер Макиято, Арабика и Айс Кофи Американо Это просто потрясающие шиммеры Они настолько красивые Лично мне очень нравится сочетать в себе шиммер Вот этот вот Макиято и Айс Кофи На мой взгляд, это просто потрясающе красивое сочетание навеки И выглядит просто волшебно В общем, наверное, все же моя душа отдана этой палетке Здесь можно сделать много красивых теплых макияжей Палетка Angel Dream подойдет больше для новичков Для тех, кому нужны чуть более полупрозрачные тени Но которые легко наносятся, легко тушуются И вообще легки в обращении Также здесь идет в комплекте вот такая вот кисточка-спонж Которой вы будете легко наносить шиммерные оттенки В данной палетке есть оттенок Light Cloud Который мне очень нравится Это такой светлый шиммерный оттенок Который можно наносить на все века Можно наносить в качестве какого-то акцента Или же можно наносить во внутренний уголочек Это классный оттенок Но лично на мне он раскрывается именно немного желтоватым В то время как на сводчах он светлый И ничего желтого там нет Оттенок Golden Dust Это вот такой вот шиммер Тоже очень красивый Можно его наносить и в повседневном макияже Можно и в каком-то вечернем Его много куда можно применить Он тоже не пылит Он не осыпается В общем шикарный оттенок для большинства макияжей И что мне очень нравится конкретно в этой палетке Именно в Angel Dream Здесь много базовых тушевочных оттенков Например вот светлый оттенок Angel Wings Для того чтобы почистить например тушевку Оттенок Secret Wish Который я вообще всегда использую В качестве какого-то тушевочного и транзитного оттенка Оттенок Every Brief Он более холодный Поэтому подойдет тем кто любит макияж Чуть-чуть похолоднее И оттенок вот такой вот Milky Way Это ну такой розовато-сиреневатый оттенок Для уже совсем других макияжей В общем в этой палетке собрано просто все Что может понадобиться для повседневного макияжа И этим данная палетка хороша И что еще мне нравится в этих двух палетках Так это то что матовые оттенки в них Они знаете Их когда наносишь они могут быть разными Вы можете матовый оттенок бахнуть Так что там будет такое яркое-яркое пятно Но потом вы можете это яркое пятно взять И растушевать его в какую-то знаете Такую почти полупрозрачную дымку Также вы можете с поверхности Побольше оттенка И тогда у вас будет уже именно затемнение В общем это очень классно Это очень большой плюс этих палеток Потому что далеко не каждые тени Позволяют сделать с ними такое Ну что ж, а на этом все Пожалуйста напишите в комментариях Какая из палеток вам понравилась больше всего Или же какой макияж вам понравился больше всего Мне будет очень интересно почитать Что по поводу этих палеток думаете вы А на этом все Всем большое спасибо за то, что досмотрели это видео до конца Если оно вам понравилось Ставьте лайк, подписывайтесь на канал И всем пока-пока